Готический Пиноккио. В Театре кукол ставят новый спектакль совместно с коллегами из Италии. Вся сцена в трауре, а вместо Орликина кролики-гробовщики. Но постановщики уверяют, что их история более всего близка к оригиналу. Репортаж Ивана Андреева. Пожалуйста, я не хочу убедить! Не хочу убедить! Похорон Марш Шопена, пустой гроб, сцена в черном, будто в трауре. Кажется, репетирует что-то по Кингу, но это Пиноккио. И даже не авангардная версия, а традиционная. Воссоздать настоящую историю деревянной куклы взялся итальянский театр Цахес. Мы стараемся сделать нашу историю более приближенной к оригиналу. В книге у колоди атмосфера очень мрачная и даже пугающая. В новом Пиноккио нет Орликина. Вместо него и появились кролики-гробовщики, которые помогают главному герою. Режиссер спектакля Луан Агроменье перед началом работы посмотрела советский фильм «Буратино». Сказка понравилась, но ничего подобного она делать не собирается. Персонажи там очень сказочные. Мы сделаем их более реальными. Прежние постановки театра Цахес тоже мрачноватые. В основном это спектакли без слов. Рассказывают историю языком танца и жестов. Яркие краски в итальянскую готику вносят артисты театра кукол. Режиссер общается с ними через переводчика, но актеры уже научились понимать итальянский без перевода. Вот только повторить то, что хочет Луана, непросто. Луана, режиссер, она спросила, допустим, повторите за мной вот эту фразу. По-итальянски что-то. Боже мой, по-русски-то как-то это не звучит. Ты начинаешь, да, сегодня я куплю папе, отцу новую куртку. А по-итальянски так звучит. Актеры пока репетируют без костюмов, сейчас их доделывает Франческа Дживона. Мы создаем такие куклы, чтобы они выглядели так, будто их достали с чердака. То есть мы будем их искусственно состаривать. Совместный проект Екатеринбургского театра кукол и театра Цахес войдет в постоянный репертуар. Премьера 27 сентября. Иван Андреев, Евгений Лапидус, новости 4 канала.